Наш бюджетный отдых вообще не складывается ни хрена, потому что здесь нет места, где можно поесть хотя бы за, блядь, меньше 700 рублей, я не знаю, позавтракать, понимаете, то есть это даже не поесть нормально. Мы сейчас ходим, бродим, еще в одно место сейчас зайдем, я чувствую, здесь тоже ничего не будет, тоже вот 1000 рублей и ценник будет. То есть, в общем, ценники в Красном Поляне, ад, красиво, короче, ситуация вообще такой, что, блин, так хочется вперед, там так хорошо оказывается, зато, знаете, как начинаешь ценить свой город со временем, то, что там все схвачено уже, все есть, там все есть, тут все есть, если поесть, а тут вообще тяжело. Вот такая вот столовая, в принципе, здесь симпатичная обстановка, хороший персонал, реально. А ты знаете, здесь почему-то постоянно приезжаешь, почему-то приезжаешь на курорт в Россию, говорит, там все такие злые, такие, на, только отвали от меня. Вот это вообще, кстати, очень сильно раздражает, одно из самых дерьмовых, что здесь происходит, то, что к тебе отношение какое-то, я не знаю, плядское, типа, с тебя поиметь и все, ты больше не нужен. То есть, ну, блин, ну вообще, не знаю, это ощущается в любых мелочах, но здесь, в принципе, вот в этой столовой было неплохо. Но, опять же, я говорю то, что ценник для нас немножко... Ну, у нас в Перми, видите, как бы, зарплаты другие, цены тоже другие, поэтому еще сюда приезжают люди, которые работают в Москве, у них другие совершенно зарплаты. Ну, красота! Да, Настя? Нет, здесь красиво, да. Сейчас пойдем в самые красивые места съездим. Вообще, бы дождик пошел, вообще было просто по кайфу. В этом месте, в Красной Поляне, мы можем жить достаточно дешево, да, то есть жилье здесь, в принципе, недорогое, снять можно, как мы вот сняли, за 1200 рублей буквально номер. Вот, но, допустим, в Адлере ценник еще увеличивается в несколько раз, потому что Красная Поляна, она только в зимний период, так сказать, активно, когда здесь катаются все вот в горах. Ну, мы сейчас в это место съездим, вот, покажем. А в Адлере для нас вообще очень крайне дорого жить, только если в каких-то вообще совсем унитазных номерах, в совсем унитазных отелях, а это не хочется вообще прям на отдыхе ощущать вот это унитазности, вот это ощущение. Кстати, я почему-то сейчас не очень хочу купаться в море, потому что Паша недавно подписчиков, а у тебя вчера подписчик прислал видео. Да, вчера подписчик прислал видео, сейчас вы его увидите. Вот такая вот фигня происходит, и сейчас люди просто плавают рядом с какашкой, можно сказать. Они там плавают, пишут, что реально может какашка рядом с тобой поплыть. Короче, у нас вообще к морю, мне кажется, ну, море, море, ну, попыли мы в нем, да, там, ну, соленое, там, зачем, и что, ну, в общем, насрать. Так да, мы сейчас будем искать, здесь, говорят, есть какое-то озеро, мы хотим его найти, и там. Может быть там круто, да. Пришли покупаться на Роза Хутор, организованное место специально для купания. Найдите хоть еще одного дебила, который приезжает на Роза Хутор, чтобы купаться. Это я, и Паша. Как вам видок, а? Красота, только ходить неудобно. Кто еще купался в горах? Кроме нас, да, Роза Хутор? В этом коричневом лягушатнике, да. Где тупо для детей все сделано, мне кажется. А вид-то какой вид, да? Смотрите. Просто жесть. У нас тут узнали, посоветовали нам места. Не стесняйтесь, подходите, ёлки-палки. У нас часто вот кто-то, знаете, там пальцем так показывает, и все, и ничего большего. Да нет, почему нет-то? Можно ли? А давайте что-то купить. В общем, мы решили все вместе прогуляться. У нас здесь есть местное население, которое проведет нам экскурсию. Который очень любит город Сочи, на самом деле. Мы тоже любим это все, понимаете? Просто мы пока не привыкшие, тепло вот это вот, оно слишком адское было. Мы в плюс 41 приехали было. И мы испугались. Да нет, но в самом деле привыкайте к этому нормально. Конечно. Ну, местные говорят, что привыкнуть можно. А мы вам все говорим, что нет, не привыкнуть люди. Сидите дома, там тоже хорошо. Это неправда, говорят, привыкнуть можно. Ну вот попытаемся, у нас еще, я думаю, неделя в запасе. Короче, мы с ребятами прогулялись и решили то, что мы сейчас поедем в горкий город. Здесь мы сейчас подниматься не будем. Вот. В принципе, я думаю, там будет такой же красивый вид, потому что сейчас уже будет закат. Оп, вперед. Едем в самые горы по серпантину. Вышли прямо у гор. Вот они верхушки, которые виднелись. Там у нас президентский номер находится. С этими колоннами. С цветком. Смотрите. Очень классно, да, здесь? Да. Вот этот вид. Просто можно приблизить. Было бы у меня еще приближение больше. Просто вот они горы. Ощущается все так близко. На самом деле, все так далеко. 300 рублей арбуза. Схерили. Просто обсуждаем цены, которые есть здесь на фрукты и продукты. У нас, мы, получается, живем где? В СССР. Там где-то за границей. Там где эти качают нефть. Ну, в общем, там где холодно. Минус 40. Вот. Вы об этом даже не знаете. Минус 50 у людей вообще. У нас дешевле стоят фрукты, чем здесь. Как? Ну почему? Кто-нибудь объясните мне. Почему? Вот оно, наше казино российское. Самое крутое в мире якобы, да? Да. Ну, это якобы. Леха нам надо на парковку. Мы бы так-то пришли, сейчас поиграли там, но Леха в рубашку порвал. Чисто изра... Это Леха. Чисто изра... Чисто изра... Так там у нас бабки, все там красиво. Все есть, конечно. Леха, мы же команду идти не бросим. Леха говорит, нормально, и так пусть... Сходим в казино как бы. Давай расскажем. Леха бабки приготовил? Леха, а что будем играть там? Ключи сразу вложим. На красное, на красное. Это самая маленькая оставка, наверное, будет в казино. Ну, надо с малого, надо с чего-то начинать, правильно? Поднимемся сейчас. Москва тоже не сразу строилась. Вообще, казино сначала дает. Поэтому нам сейчас дадут. Главное, вовремя уйти. Да? Да? Главное, вовремя уйти, и будет нормально. Не, не, нам будут сюда предлагать. Блин, блин. У нас куча красивых девчонок сейчас. Все... Всех пустят, а нас с Лехой нет. Вот я чувствую, вот так вот примерно произойдет. А вы же реально собрались туда идти? Конечно. Давайте попробуем идти. Нам реально надо перейти дорогу для начала. Да, да, и вот здесь это с этим проблема. А, так сказать, мы на работу устраиваться пришли. Да, ну да. Да, ну да, точно. Мы будем устраивать. Мы туалеты драйвить идем. Они такие, а, ну да, похоже, похоже. Что-то мы слабимся. Сочи, Мариот. Красная поляна. Самый дорогой отель в Сочи. Ну, круто что. Это еще ваш отель. А? Это еще отель. Это отель. Я и говорю, что это отель. Вот примерно машины здесь стоят. Фондай. Фондай. Раф 4. Что-то уже. Что-то как-то да. Девчонки пошли спрашивают, пустят ли Леху. Слушайте, а вы Леху пустите? Он того вздыга пустит. Это еще реально? Мне кажется. Ну, кстати, вариант выиграть супер-приз. Да. Серьезно. Супер-приз. Пойдем, блин. Мне стыдно даже, что они спрашивают за нас. Ой. Казино в Сочи. Это все так далеко от нас. И нафиг, если честно, не надо. Да, конечно. Да, на самом деле, ребят, не очень-то и хотелось вот в казино. Да, конечно. Ну, что? На самом деле, казино очень шикарное внутри. Вот прям интерьер такой вот. Вот прям, ты же не передай словами. А, да. Типа заходили, типа, да. Да не, на самом деле, там просто паспортами вход, ребят. И без шлепок. У меня есть паспорт. У меня есть паспорт. У Настя есть паспорт. А у нас нет паспорта, что делать. Все из-за вас. Леха, вот кто видит вас. Я тоже не понял. У Лехи есть паспорт. Леха, минимальная ставка пятихватная, вот так? Пятьсот минимум. Пятьсот тысяч устраивается. Пятьсот тысяч. А, фигня. Да. Вообще, короче, вход бесплатный. То есть, если захотите, короче, карточку приобретать, ну, то бишь, чтобы играть, то пятьсот... А, ты мне снимаешь меньше. Пятьсот рублей, короче, минимальная где-то ставка. Ну, соответственно, дальше помешаешься, смотря куда за какой стол свыше. Ну, в общем, на самом деле, интересненько и можно будет посетить, это прекрасно. Даже шорты, получается, можно было посетить. Да, ну, типа, пацанам нельзя, короче, в шортах, типа, коротких, а девчонок, типа, можно. И санкции, чтобы санкций не было. И паспорта. В общем, скоро пойдем. Совсем скоро. Наверно. Пятьсот рублей на копья. И пойдем. Кстати, можно завтра сходить. Конечно, завтра сходим. Все, хорошо. Пятьсот рублей. Так, друзья. Паша. Да, это язык Ра. В общем, это был классный день. Мы, во-первых, еще раз спасибо, что ребята подошли. Мы с ними классно провели время. Съездили в горкий город наверх. Вообще, вы видели, как бы, обстановку. Там скинулись видео. Вообще, вы видели обстановку, и она такая достаточно показушная, я бы сказал. Тут все такое... Лакшери. Лакшери. Все такое крутое. Ну, такое. Даже, мне кажется, все говорят, что тут не для обычных людей, не для среднестатических. Ютуберов. Вот. Только от миллиона подписчиков здесь можно отдыхать. В общем, здесь реально дорого. Да. По поводу жизни. Именно здесь. Здесь можно жить, здесь можно покупать продукты самому себе и так далее. Это без проблем. Но жить здесь, я не знаю, оказалось, что не так все здесь классно. Сюда можно приезжать отдыхать, да. В общем... Особенно зимой есть. Зимой, да. Сюда можно приезжать. Дорого, правда. Очень дорого. Да. Тут один чай, просто чайный пакетик и чай и вода горячая 350 рублей будет стоить. Понимаете? Сейчас уже такого нету. Сказали, что 80 уже сейчас стоит. Уже 80. Вот. Чайный пакет уже один 80 рублей стал стоить. Вот так вот. Капец. А было 350. Чайный пакетик. Спасибо, что вы с нами. Всем вам счастья. Второе видео. И до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok